Город, город-то какой у тебя? Город Барнаул-Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович, 81-й год. Довольны? Рождение 81-го? Возраст. А, 81-го. Нифига тебе сколько лет? Ты всё выглядишь хорошо. Не ругайся. Только чтобы ни одного матерка не было. Я говорю, выглядишь хорошо. Хорошо. Меня тюрьма сохранила для этого. А, что сидел? Сидел. За Слово Божие. Не за пакости какие-то. Всё понятно. Библия. Вот так. Как думаешь, есть Бог на свете? А если Бога бы не было, и вас не было, и меня не было. Согласен. Согласен, согласен. Тепло у вас? Холодно? Тепло. Три градуса или четыре мороза всего осталось. А, нет. У нас-то плюс два и дождь идёт. Да, нет. И ты их оставил. Нет. Мы пришли в этот садом, в это место блуда и разбрата, наркотиков и сквернословия, рассказать, что Иисус Христос умер и воскрес, и людей зовёт к покаянию, чтобы жили по-божески. А без Бога страна разваливается. Смотрите, у нас в стране, в Российской Федерации сегодня, в первые четыре года, три года, разводов 86,5 процентов. И сделано за перестройку 120 миллионов абортов. Страна погибает. Да, да, да. А в России до революции... Мы должны молиться за правителей, не на Майдан идти. Чтобы Бог их вразумил, даст страх. Им отвечать за всё придётся. Всё понятно. Ну ладно, давай, удачи тебе. Мы большие ресурсы имеем, можем показать где. Можете зайти на наш Ютуб. А чё там у вас? Вот это да. У меня 17 800 роликов. Мы строим... Как тебя там в Ютубе? Мы строим православную деревню, строим с нуля. Нельзя не лгать, пить, курить, материться, воровать. А разрушено в стране 31 тысяча поселений. А ты скажи, как тебя найти в Ютубе-то? Меня найти легко, запишите два слова. Игнатий Лапкин. Давай. Игнатий Лапкин, два слова. И вы в скайпе, и вы меня сразу найдёте. Ага. А что, секта, что ли? А Ютуб так называется, во свете Библии. Во свете Библии. Понял, понял. У вас секта, да, секта, нет? Я не пойму, что? Секта, секта вы нет, не сектанты. Ну какое сектанты? Сектанты борода не носят, и рукой не крестят. И ты чё, мужик, городишь-то? Только не курить, если куришь. Да, всё понятно. Так, не курите. Мы с курящими, нам нельзя разговаривать. Положи пока папироску. А ну всё... Вот, я выкинул. Вот. Вы можете задавать любые вопросы. Да всё, мы всё узнали уже. Удачи тебе, здоровья. Ну ладно, ищите. Во свете Библии, Игнатий Лапкин. Ютуб называется. Канал. Всё, понял, понял. До вас, дача. Малейкум. У вас дома есть такая книга? Считаете, нет? Зачем нет такой? У вас нету её, да? Нет. У вас, наверное, другая книга, такая. Считаю. Внутри покажи. Ну как, считаешь её, нет? Считаю. В пятой суре. Сорок седьмой, шестьдесят шестой аят. О чём написано? Брат, а ты мусульманин? А, вы кто? Я, да. А кто? Христианин? Нет. Да вы спрятались, вас не видно. Посерёдке, что-то один глаз только наполовину видать. Ну зачем тебе меня... Вы, войдите, чтобы вас видно было. Разговаривать-то с человеком я разговариваю, не с костюмом. Не надо меня видеть. Что, спрятался специально, что ли? Такой мой... Ты же не урод какой-то, красивый парень. Зачем тебе прятаться? Ну вот один сидит. Ну прячутся, прячутся от алиментов. Сохрани Бог. Я христианин. Я верю, что тело моё есть храм Божий. Я не имею права разрушать его по прихоти человеческой. Господь открывает нам свою истину, чтобы мы верили, что Иисус Христос воскрес для нашего оправдания. Вы только не зажигайте папиросы. А что делать? Жить для Бога, радоваться, благодарить Бога, творить добрые дела по Евангелию. Чем жить, расскажите, пожалуйста. Вот понимаете, вам сколько лет? 28. Мне 81. Разница есть? Ну вы до 28. Ну то есть вы мне свободно годитесь во внуки. И я не спрашиваю, что делать. У меня заняты целый день. У меня две голубятни. Я с молодёжью работаю. Вот только кончил. Преподавать... Живность держать, заперти. Это ж не... А они не заперти, они у меня свободные, на улице. Нету. Дело вот в чём. Если ты с Богом, у тебя каждый день одно дело на другое будет напирать. Мы строим православную деревню. Одна на всю страну. Где нельзя пить, курить, материться, воровать, лгать. Вот вы... Я вас слушаю. Вы если зайдёте на наш... Называется скайп. В скайпе Игнатий Лапкин, это я. Я бы все материалы могу скинуть тогда. У нас большой ютуб канал. Очень большой. 17 800 роликов у нас только. И всё о Боге. Да. А как работаем. Вы увидите, какой народ есть. Как в храме у нас. Как в детском лагере. У нас очень интересно. Тем более у нас миссионерская поездка была. От Барнаула до Владивостока. А потом до Лиссабона. Все пьют. Все пьют, главное. И не понимают, зачем пьют на глазах людей. А я говорю, я знаю, зачем. Потушить блудный огонь. И гиенский огонь пытается задушить. Который за это? Все вы понимаете к 95 годам. А когда вам было 30, вы так же. Только не ругайтесь. Давайте договоримся. Вы хорошие ребята. Не ругайтесь только. Нет. Почему люди верят в Бога? Я могу сказать о себе. Почему? Потому что я знаю, что человек сотворен Богом не для того, чтобы быть растоптанным. Что за гордогробом будет страшный суд. О чем писал Лермонтов на смерть Пушкина. Есть Божий суд на перстнике разврата. Есть грозный судья он ждет. Он недоступен звону злато. И мысли и дела он знает наперед. Это мы учили в седьмом классе. Я в это верю и этим живу. Всем и не веришь, и не молился сегодня утром Богу? Нет. Да как же ты живешь тогда, миленький мой? Когда Бог отдал закон свой. За нас Христос пришел, умер и воскрес. А я не верю. Как это так? Я не верю в Бога. Веришь в Бога? Нет. Совсем? Совсем. И потом материшься? Матерюсь, конечно. И куришь, еще блудишь, все. И курю, и блужу, и убью. Да какая же жизнь эта поганая такая-то? Да у каждого стоят. Даже собака этого не делает. У каждого. В огоне жарко, что тут делать? Да что не жарко это? Это блудный огонь сжигает людей. Небать, ты не о том говоришь. Да, я говорю то, что есть. Разжарило. Вся рулетка голая. Половина голая. Процентов 90 мусульмане. Самое блудное собралось сюда. А вот так. Мы пришли с великой радостной вестью. Что за наши грехи Христос умер и воскрес. Чтобы люди покаялись. Пришли. Жили по-божески. Покаялись. Господи. Для Бога. А где вы живете? Город Барнаул, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81 год. Данных достаточно, чтобы разговора с вами ниточку протянуть. Этих моих данных достаточно, чтобы... Раздетого и верующего человека. Спасибо. Я тоже. Смотрите, что Господь. Сокровище какое дал людям. Да. И мы пришли сюда, в это место разврата и Содома, рассказать о великой радостной вести. Что Иисус умер за нас и воскрес. И зовет к покаянию всех. Чтобы жили в Духе Святом. Удачи вам. Если есть какие-то вопросы духовные о душе, о вечности, можно... Спасибо. Я чисто мусульманин. Мусульманин? Да. О, так ты, наверное, хорошо знаешь эту книгу. О, Коран. Ты, наверное, хорошо ее знаешь. Я сам не умею читать, честно говоря. Так. А ты пятую суру считал? Я по Корану читать не умею, честно говоря. То есть ты Коран ни разу не читал? Не-не-не, я читать не умею, честно говоря. Да какой же ты мусульманин. Ты такой же, как наша православная. Церковно-славянский язык, ничего не понимают. Стоят, как столбы. Не-е-е. Мы одинаковые. Мы с вами одинаковые, такие же глупые. Нет. Он говорит, мы же молимся. А? Он говорит, мы же молимся. Мы молимся, а мы что делаем? Песни поем. Не-е. У вас другая. У нас другая. А так не надо судить. Мы там были. У нас хорошие воспоминания остались. У нас миссионерская поездка была. У меня 38 томов книг вышло из печати моих. И по всему миру мы дарили, ездили в библиотеки. Прошли шесть мусульманских республик. Турцию. А в Азербайджане в доме Мулы ночевали. И как вам? Отлично. Они очень высокий уровень образования у них. Мула разговаривает на шести языках. А жена на четырех. Я у русских ни одного не встречал такого. У русских никогда не встречали, да? Не встречал. Есть такие, что четыре высших образования есть. А языка ни одного не знает. Да. Я вот и там бассерантский знаю, и русский. Я вам сказал как. И мы ездили, там были, ходили в мечеть, молились. А потом пошли в храм православный. Мы говорим о том, что Христос умер за нас и воскрес, и дарует спасение даром, по благодати, не от закона. Вот как. Мы ставим в пример мусульман, как они умеют хранить своих сестер, девочек. А у нас все на самотек пущено. У нас в Дагестане нет такого холла. Да. А у нас вот наша община. У нас одеваются все платки, два платка, как в хиджабе все. Платье до полу. У нас нет ни абортов, ни пьянки, ничего нету. Где это холла? Город Барнаул, Алтайский край. Такое место, не знаю. Но у нас в Дагестане тоже холла. Это наша община одна. Одна община наша такая. Мы зарегистрировались отдельно. Православные. Ясно. Вот я думал, что вы Коран знаете. Так вот в Коране. Пятое... Не ехал. А вот мой Дагестан знает Коран. Где он? Давай его сюда. Ну, его здесь нет. Он тоже мусульмальный. Да, хорошо. Молится там, короче. Молится. Детство. Его отец научил. Вот, вы ему скажите, скажите, как там дедушка или как ты его зовешь? Ясно. Вот скажи, пятая сура, пятая сура, сорок седьмая и шестьдесят шестой аят. О чем написано? Там написано, нас называют люди писания. Люди писания. И нам дано инжил, Евангелие. И написано, по нему поступайте. Я и показываю, и по нему поступаю. Прямо там так и написано. Инжил, Евангелие. Все, я ему скажу. Вот скажи, деда, я встретил верующих, которые Коран знают. Которые Богу молятся, не матерятся, не свинину, никакого мяса не едят. Вы с ним тоже не едете? Ничего не едим. У нас пост идет. А нам не надо. Мне вот восемьдесят первый год. Мы вообще не едим. А вашему дедушке сколько? Не, не дедушка, а дьяхан. Сейчас не понял. Дьяхан, а не дедушка. Дьяхан, ну дядя что ли? Да, у меня дядя дедушка. Сколько лет ему? Ему сорок пять. А, ну молоденький. А я думал, дедушка. Нет, дедушка, дедушка деда. Сейчас, минутку. Так все, пошел что ли? Сейчас, сейчас, подождите. Куда, к этому Гигарю? Пока не торопитесь. Ну пока, джи, я тут поговорю. Хороший человек. У меня дедушек нету, к сожалению. Как я родился, они уже были мертвые. Понятно. Ну вот если бы у вас вопросы были, да дядя был, кто знает Коран, то тут мы бы поговорили. Значит, там молодец у меня. Мы знаем, спасение дарует только Христос. Он умер за наши грехи. Умер и воскрес. Вот наша задача людям это возвестить. А верят или не верят? Я этой книги не касаюсь, потому что она для других людей. А у нас книга вот эта вот. Главная книга. За нас Христос умер. Вопросы, если есть, можешь задать. У вас вот там все молятся, да? Ну молятся. Все вот у нас. Вот деревню мы строим православную. И где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Ну, курить и пить, вот это не надо. И воровать тоже. Вот это правильно. Не нужно у тебя еще делать. У меня брат священник. Ну вот я говорю, вот здесь сижу уже второй день. Все как вот, не знаю, как не люди. Общают, а на мать, на немат. Они понимают всех людей. Тут в этом, в этом счет рулетки. Процентов 90 мусульмане. Это мусульманская рулетка. Нет. Нет, я знаю. Как нет, я уже тут 4 месяца больше нахожусь. Мусульмане, вот только меня увидят, я говорю. Мусульмане, а зачем усыбрить? Они материть меня начинают. Да какие же вы мусульмане? У мусульман уважение к старшим, как к сокалам. Шпана. Маленькие ребятишки, маленькие. А я Аллах, я Аллах Акбар. Я говорю, зачем же вы друг друга это обижаете? А он материт меня прям, материт. Вообще. Это маленький ребенок был. И маленькие, и большие, уже с усами. Уже с бородой. Матеряться. Сегодня только было. Я говорю, тебе не стыдно? Такого быть не может быть в Дагестане. Такого было. А мы проехали 6 мусульманских республик с книгами. У меня 38 томов вышло. И с нами, мусульмане, нигде неплохо не обращались. Алло. Такого быть не может быть в Дагестане. Да. Матеряться. Матеряться во всю. Что вы так говорили? Быть не может. Да. Прямо матеряться. Ужасно сегодня. Вот я тоже мусульманин. Вот от моего чего-нибудь такое слышно? Так, ну ладно, все, пока расстаемся с Богом. Ну ладно.